Занимался. Во всяком случае шайба вылетает в дальний угол и голкипер на этот бросок среагировать не сумел. Да, да, были перед ним и свой игрок и чужой. Конделик, по-моему, помешал как раз своему же голкиперу, а там на пятачке вел борьбу. Ну, в общем, удалось. Удалось без потерь, ну, без пропущенных шайб этот отрезок отыграть. Хотя, ну, судя вот по статистике, да, чехи очень неплохо в этом меньшинстве выглядели. Минуту 23 провели в чужой зоне, трижды бросили поворотом. А сейчас еще одно удаление будет у российской команды. И опять нарушение далеко от своих ворот. То есть вообще за чужими даже. Это то, что тренер им никогда не может приветствоваться. Нашли в зону. Чехи его их. Один на один и один один. Да, на отложные штрафы забили. Играют шестером против пятерых. Ну и как-то здесь проморгали, честно сказать. Это причем защитник давит Квасничка. Пошел. Пошел вперед. Получил передачу. Посмотрите, очень хорошо открылся. И, ну, не знаю, кто-то за ним же должен был поехать. Гонделик сделал хорошую передачу. И здесь довольно технично. Не в пример многим нападающим. Квасничка обыграл Жукова. Шашков там. Рву борта. Помогает ему Клесунов. А шайбу забирает Беднаш. Но правда. Из зоны она не выходит. Наброс. К воротам. И момент. Шашков пытался разворота на отмыш. Так по шайбе ударить. Слишком близко от него вратарь находился. 2-1. 2-1. Шашков все-таки добился своего. И именно активной игрой на пятачке. Потому что успел он. Это был наброс. Это был не бросок по воротам. А защитник российской команды намеренно шайбу посылал чуть в сторону от ворот. Куда как раз ехал Шашков. Вот, посмотрите. Очень хорошо все было. Я не понимаю. Не очень понимаю. По-моему, от ноги все-таки Шашкова шайба отлетела. А не от клюшки в ворота. Но это совершенно легальный гол. Да, то есть ударного движения ногой не было. Вот еще раз мы смотрим этот момент. Ну да. От коленки, по-моему. А здесь успевает Баранов помешать Хатилу. Вдвоем с Жуковым справляются они с этой ситуацией. А вот хорошая передача. 2-2. Да, ну вот это просмотрели игрока. Это Задина. Филип Задина, о котором я говорил уже. Один, наверное, из самых талантливых. Если не самый в этой чешской команде. И тоже наверняка выйдет на драфт. Анхайловский второй. Его гол на этом турнире очень хорошо открылся. В центре зоны. И вот за его движением как раз не успели. Не успели россияне, не успели перестроиться. А еще вот, по-моему, там был маленький рикошетик. Да, от клюшки игрока. И поэтому Жукову было тяжело среагировать. Снова Чехович. И один оставался Свечников. Но там хорошо защитник сыграл. Успел помешать этой передаче. Она прошла, но прошла так с помехой. И неудобно было уже Свечникову бросать сходу. Липанов, Самаруков. Бросок блином отражает спокойно эту шайбу Патера. Очень уверенно, кстати, чешские галки при себя чувствуют. АПЛОДИСМЕНТЫ 3-2. 3-2. Ну, вот только я сказал, что... Хороший Ржи Патера. Но Свечников здесь его переиграл. Во-первых, очень... Ну, таким вообще малозаметным движением убрал защитника. Показал, что чуть вправо будет уходить. Тот туда и поехал. А у Свечникова абсолютно бросковая получилась позиция. Смотрите, вот чуть-чуть он купил, да, здесь секунде. Но это не защитник, это нападающий. И он просто уходит в сторону. А Свечников на удобнейшую позицию, убойную совершенно для броска, выкатывается и стреляет в дальний угол. 3-2. Второй раз в этом матче сборная России забивает в большинстве. Еще под ловушкой шайба прошла, как неудобно для вратаря. Но молодец. Свечников четвертая его шайба. Пицадзе. Рождал партнеров. Ох, какую передачу-то делал Марк Рубинчик. Это именно что пас был. Выкатывался туда Торопченко. По центру на ворота. Ну, там сложно, конечно, было принять шайбу. Тем более бросить по ходу. Так, побежал Патера. Удаление теперь у российской команды будет. Так, ну и смотрите, второй раз в этом матче сборная Чехии забивает при отложенном штрафе. Вот пока шестой полевой находится на площадке. Но сейчас здесь, пожалуй, можно претензии к Жукову приблинить. Реабилитировался Мартин Каут. Вторая его шайба на турнире. Первая в сегодняшнем матче. Но это его, ведь удаление реализовали только что россияне. Ну, наброс на ворота, ну, как-то неуклюже. Здесь Максим Жуков, честно сказать, действовал. Не успел перестроиться. И изначальная ошибка была, что он к воротам, так, в полоборота располагался. Да, и, возможно, это и увидел Каут. И совершенно сознательно туда вот шайбу направлял в надежде на такой рикошет. Ну, и сам, получается, себе Жуков забил. В большом счете. Сейчас найду. Ну, и двоих оставили. Двоих оставили перед воротами 4-3. Ну, в общем, не сразу забили. Канделик забил. Но этим и должен был кончиться момент. Очень плохо, очень плохо играли перед своими воротами. Или показывают нам Керна. Ну, сейчас давайте посмотрим на повторе. Когда последовал наброс от Кваснички, конец эпизода мы уже видим, да, забил Керн. Но там два человека было перед воротами совершенно свободными. Имеет Сафин и Конделик. То, что они сразу не бросили, это их проблемы. Но помог вот еще и Керн приехал третьим. И здесь-то уже оборонялись вчетвером перед своими воротами. Но так и не смогли помешать. В данном случае Яну Керну бросить. И вот впервые уже сборная Чехии вышла вперед в счете. Опять парами у нас тут моменты ходят. Закон парных случаев. У тех ворот, потом у других. Две с половиной минуты остается. Уже действительно нужно... Нужно эти моменты создавать. И по возможности забивать их. Хорошо отборолся слепец в чужой зоне. Но опять нужна была ему помощь. Но вот он один продолжает борьбу. Вот как подъехал второй партнер. Сразу шайбу отобрали и забили. 4-4. Молодец Кирилл Слепец. Он до конца боролся в этом моменте. Один фактически против троих. Он не то, что не давал отчать атаку чешской команде. Но он вот держал там всю зону в напряжении. И вот когда он, казалось, уже шайбу потерял. Тут на помощь как раз и приехал Кирилл Максимов. И шикарный просто бросок в дальнюю девятку. Опускался уже потеря. А шайба прошла у него над плечом. И счет стал 4-4 за две минуты до конца. Вторая шайба Максимова на этом чемпионате. Ну и это гол, который уже, наверное, снимает вопрос о втором месте. Ну а россиянам с хозяевами играть тоже. Вот учитывая, как сборная Словакии здесь показывала, что может и 2-3 шайбы отыграть. Причем у таких серьезных соперников, как та же Финляндия или Канада. Это интересно. В любом случае игра будет зрелищной. Итак, ой, Максим Жуков. Браво. Это сейф-матч, конечно же, уровне четвертьфиналов. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Передача классная. Уже казалось, Нечас объехал вратаря. Но так вот и не может забить Нечас свою первую шайбу на турнире. И все, что мог, Жуков здесь сделал. Ну подними шайбу Нечас. И, конечно, уже вратарь бы не помог. Опять, кстати, Жуков выручает. Как-то все пятились-пятились. И в результате доехал туда каут до удобной бросковой позиции. И низом посылал шайбу. Минута 22 еще играть. Но оно, конечно, так и должно быть при игре 3 на 3. Моменты должны возникать. Но почему-то вот они только у ворот российской команды возникают пока. А вот выход 2 в 1. Муранов. Передача. И вот она. Вот она победная шайба. Марк Рубинчик, между прочим, сегодня MVP матч. Он открыл счет, он его и закрывает. 5-4 в пользу сборной России. Еще, кстати, одна голевая передача на его счету. Ну что ж, защитник Соскатон Блейд сегодня в ударе. Очень хорошо поддержал атаку. Но, знаете, когда играют 3 на 3, тут, конечно, говорить, кто защитник, кто нападающий, не приходится. Все играют везде, все играют по ситуации. И здесь очень важно как раз обладать навыками игрока любого амплуа. Все. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok.